Так, как мы уже сегодня говорили и радовались даже этому, нам обещают жару, она продлится примерно 10 дней, но вот признаюсь вам, что я в жару выгляжу хуже. Почему? Потому что, чего бы ты ни съел, все равно ты какой-то кругленький. Кругленький, это тебе кажется? Ну, может быть кажется, но мне кажется, что на самом деле жара влияет на то, что мы все отекаем, даже если мы все меньше и меньше там едим то, чего нельзя, соответственно, да. В любом случае какие-то такие... Типа то, что можно зимой, а то, что летом нельзя, да. В общем, друзья, со всем летним правильным рационом нас познакомит уже наш добрый друг программы Диана Заверюха, диетолог, которая к нам сегодня в гости пришла. Диана, доброе утро. Утро доброе. Диана, скажите, вот, ну, наверное, это распространенная проблема, да, в жару, действительно, не только я, но и все люди, многие чувствуют, по крайней мере, такой, ну, как минимум легкий, но все-таки отек. Да, на самом деле это... Из-за чего это происходит? Ну, здесь главное понятие лето. Лето – это программа всегда кардиосистемы, и если мы оттолкнемся именно от того, что лето – это кардиология, то с отеками станет более или менее все понятно. То есть лето – это сезон кардиологии, заботиться прежде всего нужно о ней. Соответственно, если подбирать правильно программу и питание под кардиосистему и программу водного баланса, то мы избавимся от отеков. Но отеки – это, конечно, самое главное, что летом беспокоит в основном всех. Скажите, как с ними бороться? Что нужно делать? Чего действительно категорически нельзя есть в жару? Ну, мороженое, понятно, оно сладкое, оно, наверное, задерживает как-то воду, да, и поэтому от него стоит отказаться. Есть правила программы питания, есть правила программы восстановления кардиосистемы, и здесь будем мы говорить, наверное, больше не о еде, а именно о жидкости и о воде. Кардиосистема любит воду, поэтому, чтобы не отекать, нужно, как ни странно, пить воду. Пить больше воды, а не жидкости. Если мы склонны к отекам, да, надпочечным отекам, в том числе это пальчики, это лицо, рисунки на лице, да, там мы не можем обуть обувь, то главное здесь правило – это отказаться от таких напитков, как кофе, чай, в том числе черный и зеленый. Это самое главное, если вы предрасположите, чувствуете себя кружочком, либо там шариком. А предпочтение лучше отдать травяным чаям на основе успокоительных настоев, иван-чай, мята, мелиса, и туда можно добавить брусничный лист, сок, алоэ, соответственно, дренажный эффект идти будет больше. От сладких напитков и алкогольных напитков, естественно, мы отказываемся, потому что это нагрузка на кардиосистему. Относительно кардиосистемы кофе, зеленый чай, черный чай вырабатывает адреналин. Если мы будем смотреть с точки зрения кардиосистемы, кровь становится гуще. Уже через 15 минут адреналин нашим организмом гасится, а кортизол еще остается, мы остаемся в легком состоянии стресса, наши органы начинают работать гораздо активнее, и отеки к вечеру нам обеспечены. В общем, летом кофе стараемся ограничивать. В жару, летом в жару. Кстати, а что кушать в жару, да? Вот, я это и хотел спросить. И нам не особо хочется есть в жару, а хочется пить. Поэтому мы стараемся там разнообразить утром чай, кофе, потом там лимонады, ну кто-то газировки добавляет, соки, да? И даже как-то действительно, вы правы, мы забываем про воду. Вливаем много жидкости в себе, именно чистой, обычной воды, да. А что поесть? Можно, чтобы вроде было и легко, но в то же время потом организм не сухарил эти калории, да, потому что кормить его тоже нужно и нельзя не есть. Летом проще всего сбрасывать вес, потому что у нас усваивается самый жиросжигающий витамин, это витамин Д, поэтому диету держать проще. Много зелени, много овощей, нам не хочется тяжелой пищи. Здесь всегда проблема заключается именно в фруктах, потому что есть много, потому что нам хочется, как правильно кушать фрукты, ну и логично, да, фрукты в любом случае это сахар, фрукты мы едим до шести и два раза в день. Вот мы позавтракали, через три часа мы спокойно можем перекусить большим количеством фруктов, если нам этого хочется и позволяет, да, если у нас нет проблем с сахаром. Сели в течение 30 минут. Не растягивайте фрукты до обеда, потому что каждый раз. А, ну вот так, что выводишь и ешь, да, вот так в течение дня. Каждый раз, потребляя фрукты, мы вырабатываем инсулин, да, и мы начинаем задерживать жиры. Сели, положили большую миску вкусняшки и в течение 30 минут слопались. Солопались, да. Потом, после обеда, допустим, часа в 3-4, мы еще раз съедаем большую миску фруктов. А уже вечером на крайний перекус перед сном лучше отдать предпочтение зеленым салатам и зелени. Соответственно, основные приемы пищи, так как нам жарко, витамин Д работает, вода работает, мы будем держать достаточно легко окрошку в обед. Вечером окрошка девочкам набирает вес и дает именно отеки надпочечного аплана. А я не люблю. Диана, ну вот если мы подведем итог нашей беседы, давайте, завтрак, обед и ужин. Как вот лучше распланировать? Что нам поесть лучше на завтрак, что на обед, что на ужин? С обедом поняли? С фруктами тоже, да. С фруктами разобрались. Молочка летом должна быть в первой половине дня. Завтракать лучше кашей на воде, добавляя немного молока. Ну и рядом положили творог, сыр, если мы его любим, потому что позволен он именно здесь. К молочке относятся и кисломолочные продукты, которые в лето на кардиосистему влияют негативно и дают отек. Поэтому мы завтракаем каша, плюс какой-то вид белка. Здесь можно обойтись и без белка. Обед по правилу одной тарелки. Мясо, курица, рыба, овощи, рыба, морепродукты, овощи в большом количестве. Ну и немного гарниров, лучше без сливочного масла. Ужин отдаем предпочтение рыбе, морепродуктам. Зеленый салат, правильно посоленный, если вы подотекаете, либо подотекает кто-то. Мы солим правильно, правильно солить. Сначала мы лимон, кислоту добавляем, потом масло и только потом соль. Тогда соль не втягивается в продукты. Мы же сначала солим, потом добавляем масло, закупоривая соль. И лимоном все это делаем. А потом еще солим, еще солим, потом еще. И отказаться от алкоголя. Ну это безусловно. Потому что для кардиосистемы это бешеная нагрузка. Нам проще понимать саму программу именно относительно нашего любимого сердца. И мы должны понимать, что это улучшает продукт или ухудшает состояние кардиосистемы. Если мы будем понимать, что сердце у нас одно и его надо беречь, его надо беречь, что мы с вами будем пить больше воды, кушать даже то, что мы уже откажемся от жидкости в сторону воды и травяных чаев на основе почечных сборов или успокоительных сборов, чтобы кортизол не вырабатывался, витамин Д разгонял вес. Два раза в день кушать фрукты до шести часов отдельно от приемов пищи. Одно мисочкой. Мы уже сходнем. 70% населения летом сбрасывает вес, потому что у нас есть острова. Вечером нам не хочется сидеть, вечером нам хочется двигаться. Ну и вообще, собственно, аппетит в принципе снимает. В общем, друзья, теперь вы знаете правильный, как говорится, гастрономический график. И с помощью подсказок доброй волшебницы Дианы Заверюхи, которая приходит к нам и дает вот эти самые нужные советы, вы знаете, как летом вести себя за столом, а именно что себя употреблять. Друзья, напомню, диетолог Диана Заверюха к нам пришла вновь в гости, все рассказала, по полочкам, как говорится, разложила. Теперь будем худеть по правилам и правильно питаться.